Гипертонию, головные боли, диабет, заболевания порно-двигательного аппарата можно вылечить без лекарств. По авторской методике доктора Шишонина. Филиал Московской клиники, теперь в Тарусе. Микроанатомическое УЗИ гарантирует точный диагноз. Индивидуальные программы лечения под контролем врача. Методика доктора Шишонина запатентована. Бесплатный номер для записи к врачу и консультации. 8 800 555 76 81. Здравствуйте. Вы смотрите новости в студии Олеся Кенфеева. Сегодня в выпуске главные темы. Вопросы социальной сферы в приоритете. О помощи беженцам и строительстве образовательных учреждений говорили на еженедельном совещании губернатора. Благоустройство в большевике будет продолжено. Глава Серпухова провел рабочий объезд территорий. Активные выходные, как отмечали в парках округа Масленицы и 8 марта. Помощь беженцам, строительство школ и детских садов. Эти темы Андрей Воробьев обсудил сегодня на еженедельном совещании с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов. Жизненная необходимость. За пять дней сбор гуманитарной помощи развернули во всех муниципалитетах Московской области. Детское питание, посуда, средства личной гигиены, одежда. Нужно многое. Большая работа на прошлой неделе и выходные была развернута нашими волонтерами, предприятиями. Развернута безвозмездно, хочу это отметить, и поблагодарить все предприятия, которые за эти пять с небольшим дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, который очень востребован. В Московской области 130 мест сбора, в том числе в нашем муниципалитете. На базе Серпуховского колледжа создан Центр сбора гуманитарной помощи в рамках акции «Выходные мы вместе». За три дня здесь собрали более 20 коробок с продуктами, 10 мешков с одеждой и обувью. И это не предел. Пункт продолжает работу. Принести продукты, питание и одежду можно ежедневно, включая субботу и воскресенье, в любой из трех корпусов, адреса которых вы видите на экране. По инициативе общественной палаты городского округа организован пункт сбора во Дворце культуры «Россия». Более 200 килограммов всего самого необходимого уже направлено в Донецкую и Луганскую народные республики. Работа по сбору гуманитарной помощи продолжается. В приоритете и поддержка жителей Подмосковья. Около 50 тысяч семей смогут воспользоваться ежемесячными выплатами, которые полагаются семьям с детьми от 8 до 16 лет. Меры призваны поддержать семьи с невысоким доходом во время сложной экономической ситуации. Заявление на выплату можно будет подать с 1 мая через портал госуслуги или МФЦ. При этом выплаты уже начнут формироваться с 1 апреля. То есть в мае семья получит выплату сразу за два месяца – и за апрель, и за май. В Подмосковье разрабатывают меры поддержки для бизнеса в текущей ситуации. Например, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Вторая важная мера – кредитные каникулы. Можно будет получить от срочки на срок до 6 месяцев. Внесение изменений в административный кодекс об административных правонарушениях, предупреждение вместо штрафа. То есть если первое правонарушение, и оно было без угрозы вреда, то бизнес не штрафуется, выносится только предупреждение. Помимо этого предусматривается уменьшение штрафов для малых и средних предприятий. Исключается и двойная ответственность за одно правонарушение. Теперь принцип – одно нарушение, один штраф. Говорили о строительстве школ и детских садов. В Серпухове на улице Фрунзе идет большая стройка для маленьких жителей. Возведение детского сада стремительно продвигается. Изюминкой станет панорамный актовый зал с 7-метровыми потолками. А еду в группы будут доставлять на лифтах. Работы идут с опережением графика. Ввести в эксплуатацию объект планируют к концу 2022 года. Жители довольны. А это главный критерий проделанной работы. Сегодня глава Серпухова провел рабочий объезд территории поселка Большевик. Вместе с депутатами и жителями осмотрел скверы, которые были отремонтированы в рамках программы инициативного бюджетирования. Наметил планы по дальнейшему преображению поселка и посетил дворец Порта Надежда. Вот этот сквер, который был сделан пару лет назад, да? Да. Как он у людей в наших производствах? В летнее время, да. В летнее время особенно, конечно. В летнее время здесь и молодежь. Днем старички, вечером молодежь. То есть для всех. Ну почему днем и с детками гуляем? Ну конечно. Площадка есть, все, у кого всех устраивают. Жители многоэтажек, расположенных у сквера, торопливо рассказывают о том, как за последние два года изменился Большевик. С 2020-го в рамках программы инициативное бюджетирование. Здесь появилась пешеходная зона с торшерным освещением, газоной, детская площадка, лавочки и урны. Причем по просьбе жителей поставили и лавочки со спинками. Этот двор тоже получил второе рождение. Он стал просторным и уютным. Сохранил зеленые зоны, получил новые объекты. Игровой комплекс и песочный городок. Для ребят постарше новые спортивные зоны для воркаута, игр, настольный теннис, а еще удобные парковки и тротуары. Фонарики, скамеечки, бабулечки все довольные. Сейчас все распустится, будет красота. Все скамеечки находятся будут под кронами деревьев. Ну просто вот еще не хватает нам здесь моря. А так все красиво, замечательно. Сегодня глава муниципалитета обратил внимание на то, что в Большевике не хватает парковочных зон. Возможность их размещения он обсудил с жителями и дал поручение подчиненным провести анализ. Возле здания территориального управления они точно нужны. На моменте очередность, первая очередность, где наиболее это правильно выражено, именно отсутствие парковочных мест, где есть возможность, потому что эти разделы лучше знаете, на территории, где можно расположиться, вы анализ проведите, подготовьте, когда будем в летний период войдем, когда будем заниматься делать дороги заодно парковку. Все этапы благоустройства большевика согласовываются с местными жителями. Их знакомили с проектом на бумаге, с ними советовались на этапе озеленения территории. Я сама лично присутствовала на собрании с жителями. Мы старались учесть все пожелания жителей. Собирались и в территориальном отделе, и непосредственно на строительной площадке. Приезжала глава городского округа Серпухов. То есть были учтены, я думаю, все пожелания жителей. Но жители довольны. Кто-то захотел парковку, кто-то попросил дополнительные парковочные места. Сделано было. Я думаю, так мы же делаем для людей. Для людей и с учетом первостепенности задач. Глава Сергей Никитенко сегодня предложил в первую очередь в этом году в рамках продолжения работ по благоустройству отремонтировать сквер напротив школы. Он там прям напрашивается. Он и исторически там ранее находился. Наверное, начнем с него. И будем стараться в этом году благоустроить этот сквер в школе. Конечно же, мы должны сейчас разработать концепцию благоустройства данного общественного пространства. Согласовать его с жителями. Для нас очень важно, чтобы жители принимали участие в обсуждении тех архитектурных решений, чтобы это нравилось бы всем. И, конечно, уже после этого будем приступать к осуществлению. В рамках рабочего объезда глава посетил сегодня и дворец спорта «Надежда». Бассейн, универсальный спортивный зал, тренажерный, хореографический. Спорт в почете. «Надежда» является и площадкой для участников активного долголетия. Они занимаются в бассейне, в тренажерном зале, занимаются в зале аэробики, завтра занимаются настольным теннисом. У нас 4 группы, активные долголетики, мы с ними активно сотрудничаем. Это важно. У нас старшее поколение, конечно, мы должны собрать им все условия. Мы стараемся делать все, что возможно, поэтому они нас активно посещают. Все занятия для них бесплатно. Мне понравился ваш дворец, то оборудование, та материально-техническая база, которая здесь у вас радует меня. Желательно, чтобы у нас в каждом хотелось бы в районе, даже на территории, наверное, хотелось бы, чтобы такие у нас дворцы спорта появлялись. Это шикарно, можно сказать. Я такое слово употреблю, особенно у меня, как любители железных, ваш тренажерный зал очень нравится. Милости просим. Нет, но я понимаю, что там очень, наверное, загруженность большая, потому что вот такого уровня, такого оборудования, как и в тренажерном зале, людей очень много приличает, потому что очень удобно заниматься на хорошем, на качественном оборудовании. Удалось заглянуть на тренировку мужского волейбольного клуба «Факел». Спортсмены из Нового Уренгоя. Играют в Суперлиге. В Серпухове клуб базируется в Красных Крыльях и во Дворце спорта «Надежда» уже несколько лет. Условия здесь отличны для организации непрерывного тренировочного процесса. Так что спортивный объект очень востребован как среди профессиональных спортсменов, так и среди любителей. Очередной прием граждан сегодня провел председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Игорь Ермаков. Вопросы, с которыми обратились жители, касались работы управляющей компании, ремонта многоквартирных домов и социальной сферы. Каждое обращение было взято под личный контроль Игоря Ермакова. Напомним, прием граждан председатель Совета депутатов проводит каждый первый понедельник месяца с 14.00 в администрации в кабинете 431. Предварительная запись по телефону 39-61-92. За мир Серпуховичи приняли участие в автопробеге в поддержку президента и вооруженных сил России. В воскресенье полдень на площади у Дворца культуры России собираются участники автопробега. Здесь общественники, ветераны боевых действий, предприниматели, спортсмены, неравнодушные жители. На стеклах их автомобили, портреты героев и символичные буквы. Здесь каждый за мир. Мы 8 лет смотрели, как террористы, нацисты издеваются над нашими братьями, убивают детей, женщин, стариков, просто мирное население. Так дальше жить невозможно. Нашему терпению пришел конец. Наша Россия никогда не начинала войны ни с кем. Она всегда вела освободительные войны и всегда защищала те страны, которые обращались к нам и всегда помогала. И в эту минуту мы также очищаем от этой нечисти нашу русскую землю, нашу украинскую землю. 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цели – защита Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризация и деноцификация Украины и устранение военной угрозы для России. В поддержку президента и военных, исполняющих свой долг, серпуховичи решили устроить автопробег. В числе многих участников акции свою позицию высказали представители Совета родительской общественности. Вместе с детьми они читали стихотворение председателя литературного объединения «Серпейка» поэта Александра Ларина. От князя Игоря до поля Куликова, от подвига Великого Донского и до побед Великого Петра, Суворова, Румянцева и Ушакова, Кутузова, громившего врага Лихова, мы грянем русским воинам, ура! И в прошлом веке можем и гордиться, которых на историях страницах своей кровью вписали имена. Отцы, а для кого-то прадеды и деды, добившись выдающейся победы, все лавры мира заслужив сполна. Какое время вспомнить не возьмете, защитник, воин на Руси в пощете, и у народа он всегда в чести. Всем, кто службу нес, и теперь несете в морском походе, под землей, в полете, готов народ свои сердца вести. Но нашим недругам, увы, не ясно, что все потоки против нас напрасны. Россию никогда не победить. И запад по указке Вашингтона лжи наглой грязи выливает тонны, историю пытаясь исказить. Они не видят кровь и боль Донбасса, и что творит фашистская зараза, закрыв на преступления глаза. Но наша армия всегда с народом в борьбе с фашизмом за свободу, ее поддерживает наш народ. Народ отлично понимает, Россию и Донбасс она спасает на много-много лет вперед. Нагрянем русским воинам, ура! 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 Более 150 автомобилей проехали по центральным улицам Серпухова до Соборной горы. Объединиться, поддержать друг друга, быть рядом сегодня это особенно важно. Я сама родилась в Донбассе. И я 8 лет все время переживала, как там я росла, ходила в школу, родилась. Потом переехала сюда очень много лет назад. И Россия – это моя родина. Там, где я живу, там моя родина. У меня и в Донбассе родственники. У меня на Украине родственники. И мне очень больно, очень-очень больно, что такое происходит. Я желаю, чтобы во всем мире был мир. Еще один патриотический автопробег в поддержку президента и вооруженных сил России в этот же день провели представители общественных, патриотических и молодежных организаций по местам боевой славы Серпухова. Не остаться в стороне. Серпухов отправил гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской республик. Более 200 килограммов всего самого необходимого собрали сотрудники общественной палаты Серпухова и волонтеры Подмосковья. Здесь в коробках детское питание, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми, товары по уходу за лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены и одежда. Свою лепту внесли неравнодушные жители Серпухова. Некоторые приходили коллективами, предприятиями, целыми семьями. Один из жителей даже предложил свой дом со всеми удобствами в Смоленской области, где он может приютить большую семью беженцев, потому что огромный дом, 200 квадратных метров участок, рядом школа, детский сад. То есть мы тоже сообщили об этом в оперативный штаб. Был проведен у нас телемост с жителями Донбасса, общественная палата Московской области, где были сказаны наиболее актуальные вещи, которые требуются сегодня жителям Донбасса. Это средства для ремонта окон и дверей. Продукты питания такие, как подсолнечное масло, рис, макаронные изделия, мука, мясные и рыбные консервы, горох, кукуруза, сахар, пакетированный чай, сгущенное молоко. Сегодня все это было упаковано в коробки и загружено в автомобили, которые отвезут помощь в областной пункт приема. Вчера в нашей группе общественных организаций, все общественники, где собираются, там такой клич, просьба, у кого есть возможность выделить транспорт для отправки коммунитарной помощи республикам Донбасса. Ну, если есть такая возможность, то поможем. Сказано, сделано, решение сразу было принято, поехали. И вот сегодня предоставил две машины. Сам лично поеду. Сын мой, Жень, тоже поедет. Ребята молодцы, все сорганизовали, подготовились к назначенному времени, прибыли. Уверен, что все пройдет гладко и ровно. Помощь принимают каждый будний день с 9 утра и до 17.00. Все вещи передадут нуждающимся через областные распределительные центры. Конечно же, нужно оказать помощь, в том числе и продуктами питания. И мы оказываем, потому что, уважаемые коллеги, вот буквально вчера было общение с жителями города «Счастье». И я вам хочу сказать, там сегодня на весь город привозится 400, ну, на вчерашний момент, 400 буханок хлеба. В целом, человек, который взял на себя функции коменданта, рассказывает следующее, что эта буханка хлеба делится одна на четыре семьи. Соответственно, каждый день по четвертинке принято решение, что необходимо туда доставлять ежедневно до тысячи буханок хлеба. Областной пункт приема гуманитарной помощи находится в Домодедово, и уже сегодня в 18.00 оттуда вылетит рейс со всем необходимым для жителей Донбасса. Конкурсы, мастер-классы, соревнования и народные гуляния. В Серпухове провожали зиму и отмечали Масленицу. Главные праздничные мероприятия прошли в воскресенье в разных точках округа. Главными площадками проведения первого весеннего праздника стали парки. В воскресный день начали спортивно юные лыжники. При Нарском для всех желающих от пяти до девяти лет прошли соревнования «Ладушки о ладушке». Любые соревнования – это ответственное дело. А когда сталкиваешься с таким контингентом, которые еще мало что умеют, конечно, ответственность вырастает. Но в каждом возрасте есть свои нюансы, свои прелести. Поэтому здесь даже интересно с ними провести время, зарядиться от них какой-то энергией и передать им свой позитив. Малыши пробежали от 300 до 600 метров. Размер дистанции зависел от возраста. Некоторые из ребят стояли на лыжах всего во второй или третий раз в жизни. Но главное – спортивный настрой. Сегодня как вообще планируешь выступать на соревнованиях? Победить первый. Думаешь, получится у тебя? Да, хочу победить сегодня. Всем участникам вручали медали и угощали блинами. А в это время в парке «Питомник» Масленицу встречали с интересной анимационной программой, танцами, народными играми и забавами. Можно было даже поучаствовать в турнире на мечах и ощутить себя настоящим средневековым рыцарем. Пришли бы на СМБ посражаться, несовременный ночевой бой, который сбротвено, ребята. Самое главное – посмотреть. А так ничего, только подошли. Блины покупаем, участвуем в конкурсах, которые есть. Весело и вкусно время можно было провести на территории Серпуховского историко-художественного музея. Там детей и их родители ждали игры, пляски, чай и вкусные блины. Блин комом присели, блин со сгущенкой, надо вставить. Блин комом со сгущенкой, со сметаной! Основной площадкой проведения праздника в этом году стал парк имени Олега Степанова. Масленица здесь началась с областной акции «Печем вместе». Жители совместно с волонтерами попробовали своими руками приготовить главное угощение дня – блины. Парк разделен на несколько, так скажем, локаций. Это локация, детская локация, хороводы, ручейки, игровые программы, народные заигрыши, центральная площадка около сцены, также идет анимационная программа. У нас будут балалайшники-музыканты выступать. Расположен основной символ – самая большая масленица, 3,5 метра большая масленица. В программе мероприятий в парке также была дискотека «Блин-пати» и «Прощание с масленицей». Праздник посетил и глава городского округа. «Берега на локации!» «Берега на локации!» «На всю жизнь!» «Спасибо, спасибо!» «Ну как, здоровья, здоровья и здоровья!» «Спасибо вам тоже здоровья!» Весело в этот день было и в парке отеля «Русский». Здесь гостей ждала ярмарка, свежеиспеченные блины, интерактивные игры и яркие выступления. «Масленица, Масленица, да чего ж нам гулять нравится?» Для зрителей со сцены выступали ансамбли «Прялец», «Трилистник», фольклорная группа «Русские узоры», «Волга-Волга» и «Казачий хор». Большой радостью мне сегодня хочется отметить те положительные эмоции от наших жителей, гостей нашего городского округа «Серпухов», которые приехали к нам, чтобы отпраздновать приход весны, отметить Масленицу. Люди стосковались по празднику, что хочется душевного и семейного отдыха. Каждый из жителей города, кто побывал у нас в гостях, я думаю, получил нотку весеннего солнца. Праздник очень понравился, такой зажигательный, такое хорошее настроение. Провожали зиму в парке-отеле «Русские жители разных городов». Благодаря организаторам праздничный этот день провели и особенные дети. Благотворительные мероприятия здесь уже традиция. Сегодня была программа интерактивная для ребят. Наши дети приехали, получили вкусные угощения в ресторане, сказку интерактивную, получили возможность посетить циапарк в парке, получили возможность погулять, поучаствовать и получили подарки от спонсоров. Мы четвертый раз уже привозим сюда группу наших детей и родителей. Это уже более 500 человек. За полгода привезли по приглашению элементного фонда Екатерина Гордона и Центра прогресса бокса. Конечно, это очень прекрасное мероприятие, оно доброе, сказочное. Праздничные гуляния в парке-отеле были организованы при содействии Федерации бокса России и Центра прогресса бокса. Прекрасная половина завода «Серпухов хлеб» – руководители, начальники смен, пекари и технологи. Работают по строгому графику и даже в свой праздник. 8 марта представители «Серпухов» с поделением партии «Единая Россия» поздравили сотрудниц производства. Корзины с фруктами, чтобы напомнить, вы самые любимые. Принимают поздравления, улыбаются и не сомневаются. Сегодня лучший день и настроение праздничное. Все вместе, все в радостном настроении, принимаем поздравления от наших клиентов, которые нам звонят, поэтому все замечательно у нас. Хорошее настроение дополняют праздничные слова и пожелания от депутата Московской областной думы Татьяны Корзубовой и коллег-однопартийцев. Хлеб всему голова. Очень приятно сегодня поздравить было ранним утром, поздравить всех женщин, которые у нас работают на этом предприятии, на нашем серпуховском хлебозаводе. А мы знаем, что наш хлеб самый лучший. На их хрупких плечах лежит большая ответственность обеспечить вкусной и качественной продукцией жителей многих регионов. Костяк у нас женщины. У нас там работают на предприятии 540 человек. И естественно из такого количества женщины составляют основное. Это как винтики в большом механизме. Без одного винтика работы механизма не будет. Самые смелые, самые счастливые и самые красивые. Каждый день с добром и хлебом. И 8 марта не исключение. В парках Серпухова прошли анимационные программы для детей, приуроченные к Международному женскому дню. Как провели этот день мамы со своими детьми, узнала наша съемочная группа. Мама, это тебе на 8 марта подарок, чтобы ты всегда была добрая и красивая. Спасибо, мое солнышко. Открытки с самыми теплыми и искренними желаниями подарили своим мамам и бабушкам ребята в парке имени Олега Степанова. На творческом мастер-классе дети своими руками сделали подарки к 8 марта. Помогал им в этом миньон, герой мультфильма «Гадкий я». Наша цель – нести людям радость. Сегодня такой светлый и хороший праздник. Сегодня наши женщины должны радоваться и улыбаться. И детки, конечно, делают все, чтобы их мамам было приятно. А мы им в этом помогаем. А в парке «Питомник» для детей подготовили анимационную программу. Пока ребят развлекали Микки и Мини Маусы, мамы смогли прогуляться по парку и отдохнуть от повседневной суеты. Мне очень нравится. Детская комната на улице. Очень весело, хорошо. Очень тепло сегодня, погода прекрасная. Спасибо большое. Дети довольны, а главное – довольны их мамы, которые получили поздравления и подарки от своих малышей и смогли провести день на свежем воздухе. Праздник шахмат. Во Дворце спорта «Надежда» прошел традиционный 16-й по счету фестиваль «Серпуховский Рапид-2022». Более тысячи участников со всех уголков страны в пяти категориях по блицу и быстрым шахматам. Статусное событие для каждого любителя умной игры. Даже если ты совсем еще юн и находишься лишь в самом начале своего спортивного пути или уже опытный мастер со статусом международного гроссмейстера. Мне очень нравится этот турнир, очень комфортно все делает директор фестиваля. Очень мне нравится здесь все. Атмосфера прекрасная. По всей России, да, постоянно участвую в соревнованиях. Открыл шахматный фестиваль начальник управления физической культуры и спорта администрации Руслан Гармаш. Я желаю фестивалю развития новых участников, побед, высоких достижений. Всем участникам отличной игры, побед и всего самого наилучшего. Желаю удачи всем. Три дня спортивного праздника получились очень насыщенными. За шахматными досками соревновались участники разного возраста. Опытные игроки подтверждали свой класс. Статус турниру придавал и тот факт, что в Серпухов приехали настоящие профессионалы своего дела. Состав достаточно серьезный. Где-то около 20 гроссмейстеров. Трехкратная олимпийская чемпионка. Здесь у нас есть Валентина Гонина. Олимпийский чемпион Юрий Сергеевич Балашов. Заслуженный тренер СССР. Заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта. Вице-чемпионка мира по шахматам Наталья Погонина. Серпуховский рапид с каждым годом собирает все больше и больше участников. А шахматы становятся очень популярными у подрастающего поколения. Количество юных серпуховичей с каждым годом возрастает и возрастает. Вот это, я считаю, что это главный результат. В городе работает шахматная школа при «Русском медведе». И, соответственно, есть прекрасный, я подчеркиваю, прекрасный шахматный клуб. И, соответственно, результат уже налицо. Дети принимают участие, принимают участие не просто принимают, а играют и выигрывают. Призовой фонд фестиваля «Серпуховский рапид-2022» составил в этом году 700 тысяч рублей. Соревнования завершились награждением участников и торжественным закрытием турнира. Рукодельницами и мастерами-ремесленниками славится древний серпухов. Изделия ручной работы, представленные на традиционном конкурсе «Мир рукоделия» в музейно-выставочном центре, этому убедительное подтверждение. Проводится он в 16-й раз серпуховским отделением Союза женщин Подмосковья. Фантазии и талант обнародных умельцев, как говорится, нет предела. В этом году на конкурс «Мир рукоделия» было представлено более 500 работ. И каждая по-своему уникальна. Каждая из них – это шедевр, в который вложено тепло ваших рук, тепло ваших сердец. Нашей съемочной группе больше всего понравились вот такие кованые часы. Автор их, Сергей Мужалев, кстати, и стал одним из победителей конкурса. Как всегда, на высоте мастерства работы дома кукол. Красив и яркий из бисера символ серпухов. Определить лучших из лучших мастеров ручных изделий было непросто. Требовательному жюри помогали и посетители центра. Специальный приз зрительских симпатий получила Аэлита Корнеева за оригинальные изделия из джута. Внимание Анастасии Курбатовой привлекли работы из номинации «Вязание». Подготовилась к сегодняшнему мероприятию и могу оценить немного те работы, которые представлены. Каждая из представленных работ теплая и добрая. В нее вложено столько здоровья, терпения и любви, что измерить никакими показателями египницами измерения просто невозможно. Поверьте, так как на практике я могу это оценить, то вижу высокий, наивысочайший уровень абсолютно всех работ. Так что талантами наш родной край не перестает радовать и удивлять. Об этом говорила в своем приветстве и депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова. Выполняли работы люди, которые имеют талант, не талант, а талантище. Участников конкурса наградили дипломами, а победители еще и подарочными сертификатами. В книгу почета были занесены Людмила Лысикова и Валентина Осипова, которые уже трижды становились призерами мира рукоделия. Красивой точкой в празднике народных умельцев стало выступление коллектива народной песни из поселка Мирный. Эх, земля, ты матушка Россия, слышишь льется песня журавля. Все на дистанцию. Девятый праздник детского лыжного спорта. На призы мастера спорта международного класса Марины Фирсовой прошел традиционно на трассе спортивного комплекса «Красные крылья». Тему продолжит Илья Сиразов. Около 500 участников из 37 муниципалитетов Подмосковья приехали в Серпухов, чтобы выявить самых лучших на лыжне. Юные спортсмены покоряли дистанции от 500 метров до 5 километров коньковым стилем. Легкий морозец делал снег на трассе по-настоящему быстрым. Погода нам благоволит для того, чтобы проводить на высоком организационном уровне эти соревнования. Соответственно, чтобы спортсмены не только боролись за секунды, за места, но и получали удовольствие от того вида спорта, которым занимаются. Потому что легкий минус на солнышке. Это приятно всегда выступать, побороться, показать себя. Сегодня очень много родителей, много людей, тех, кто поддерживает юных спортсменов сегодня на лыжне. Мальчишки и девчонки с азартом соревновались на дистанции. Каждый старался проявить себя по максимуму, ведь на кону ценные призы. Здесь нормальные подъемы, повороты, хорошая трасса. Я хочу стать быстрым на лыжах и занять много мест. Все призеры в 12 возрастных группах были отмечены кубками, медалями, грамотами и подарками. В следующем году пройдет 10-й юбилейный турнир. Все с нетерпением будут ждать новых стартов. На сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей. Читайте, смотрите. На нашем сайте, на сайте администрации и в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Натяжные потолки от установщика номер 1 нашего региона студии «Парсек» Это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48. Код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.